И все же Астана сегодня оказалась в своеобразном информационном вакууме. СМИ ожидали каких-то объяснений от комитета ПЧС, от его главы Юрия Елина, но комментарии получили только после осады официального представителя ведомства, которому пришлось отвечать за главу комитета. С нами на прямой связи из Астаны наш корреспондент Илья Рыбин. Илья, насколько столица оторвана от регионов? Добрый вечер, Наталья. Действительно, все эти дни информацию о происшествии и ситуации в ВКО журналисты получали почему-то от региональных ДЧС. И создалось такое впечатление, что министру МВД и главе комитета ПЧС до этого нет никакого дела. Какой-либо информации или спецбрифингов они не проводили, хотя речь идет, по сути, о жизни нескольких сотен людей, которые находятся в бедственном положении. Могу предположить, что ответственные чиновники не хотели портить себе выходные, но о понедельник, как говорится, день тяжелый, и, возможно, Калмухамбет Касымов и Юрий Ильин готовятся к завтрашнему отчету перед Бахаджаном Сагентаевым. Вторник день правительства, и премьер без сомнений будет задавать вопросы. И все же сегодня, ближе к вечеру, нам удалось записать хоть какой-то комментарий и предлагаю послушать, что называют причинами паводка. Дополнительным фактором, влияющим на подтопление населенных пунктов талыми водами, является расширение территории застройки населенных пунктов, при которой значительная часть нового жилья строится за границей существующей системы защитных насыпей и каналов, а также из-за отсутствия зачастую на застраиваемой территории орычно-канальной системы, либо ее засоренность. Проще говоря, люди построили дома, но забыли оснастить соответствующие инфраструктуры. Илья, то есть получается, что во всем виноваты люди, чиновники опять ни при чем? Да, Наталья, вы правы. В последнее время, особенно вот сколько лет после управления МЧС, чиновники то и дело делают, что перекладывают свою ответственность. Причем, как правило, они заявляют, что причинами становятся внезапные дожди, глобальное потепление, ну и, конечно же, люди. Кстати, первыми, кто начал, мягко говоря, обвинять население, бывший министр Владимир Башко. Самим людям не лениться вытаскивать со двора, извини, на том же корыте весь снег, вот крышу надо очищать и оберегать погреба, чтобы не получилось, что вот кто-то потом вода залится. И из года в год чиновники разной масти докладывают в правительстве о том, сколько денег они, так сказать, зарыли то ли в воду, то ли в землю для того, чтобы держать все под контролем. Но почему-то никто из них за свои слова так и не ответил. Наталья? Спасибо. Илья Рыбин рассказал нам о ситуации с паводком, а точнее о том, почему чиновники предпочитают отмалчиваться.